Итак, канал Смолкберг представляет для вас краткий экскурс, как проходить данж, шифр, конец. Первая локация, поиск. На локации находится пачка мовов и первые два босса Гаргули. Небольшое отступление. На локации, на поездах находятся вот такие вентиляционные шахты. Периодически из них выходит газ, который отнимает достаточно большое количество жизни. Обязательно обходите их вокруг. Также стоит добавить, что газ этот видно только на высоких настройках графики. Первые два босса. Тактика против них достаточно проста. Агрим их и бежим вдоль поезда, с краю вагона, чтобы обходить вентиляционные шахты. Ни в коем случае не подпускаем босса к себе, так как они езают быструю ООЕшку, которую сносит по пол хп. А вот и яркий пример моей ошибки. Я подпустил босса и потерял половину здоровья. Если вы проходите данж в составе КП, или же просто с рандомами, то двое игроков переагривают по одной гарпии на себя и водят их по кругу в противоположных направлениях. Остальные же потихоньку разбирают их со стороны. На вторую локацию нас встречает пачка мобов, которые не представляют никакой опасности. Активируем терминал, который позволит активировать нам секретку на последнем боссе. Второй босс Голем. Имеет в своем арсенале три атаки. Это Перекат, Прыжки и Метеоритный Дождь. Первая атака это Перекат. Показывается зону, куда он будет перекатываться. От атаки достаточно легко увернуться. Вторая атака прыжок. Босс садится на корточки, показывает зону, куда он будет прыгать. Третья самая опасная атака это Метеоритный Дождь. Босс загорается, заходит в стадию ража и начинает быстро бежать за целью. При этом урон по боссу перестает проходить. Чтобы увернуться от атаки, нужно подпустить босса к себе и резко отпрыгнуть в сторону. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Третья зона довольно простая. Разговариваем с чучелом, а потом по инструкциям бежим к нему. На зеленый свет бежим, на красный стоим на месте. КОНЕЦ Важный момент. Если вы играете в составе группы, то обязательно дождитесь, когда все войдут в лифт и только потом активируйте его. Если же вы кого-то случайно забыли, то они могут убить мобов на той локации и войти в ворота. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok От всех его атак достаточно легко увернуться. Но при этом он умеет две ваншотящие атаки. О них далее. Первый ваншот атака. Назовем ее Апокалипсис. Вокруг босса появляется пять големов. Чтобы пережить атаку, нужно уничтожить големов, но при этом урон по нему идет только во время ментеоритного дождя. Если вы играете в составе группы, то каждый стоит рядом со своим големом и начинает бить его во время этого дождя. К сожалению, в одиночку достаточно сложно уничтожить всех големов. Поэтому переживаем атаку и дожидаемся, когда она окончится. Именно поэтому мы должны сохранить все три жизни, чтобы закончить данж, если играем в соло. Субтитры создавал DimaTorzok Когда у босса останется одна полоска, он запущет вторую смертельную атаку. Щит. Для этого нам нужно оставить в КД все наши ДД скиллы, чтобы успеть снести полоску щита, который находится внизу. Ну вот, собственно, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Маленький Медведь. Пока!